Вот она, женский портрет с названием «Японка». 73-й год, бумага, темпера, масло, процарапывание. Здесь вот всё тоже, как мы любим, но кто, в принципе, уже имеет несколько женских портретов, а мы, конечно, знаем за этот год, безусловно, несколько, ну, потрясающе удачных приобретений. Портреты просто были невероятной красоты. Перед нами японка. Почему? Спросят меня, мы так считаем. Ну, во-первых, ну вот, ну вот, считаем. Видим, что называется, своими собственными глазами и так думаем. Скорее всего, это портрет, что-то связанное с какой-нибудь дипломатией. Где-то какой-то приём, и, наверное, специфическим образом зверю столкнулся с вот этими людьми. Как есть, так и сделал. Тут уж чего. В принципе, и то, и другое по хорошим ценам. Выбора здесь нет приобрести. Либо у кого нету зоопарка темы животных, ну, в данном случае, птиц, хорошо. Либо у кого-то не хватает определённого портрета. Нашему с вами внимания. Так что, одно удовольствие. И то, и другое. Давайте. Переходим к следующему. Ну, какой аукцион «Артселонфо» без Владимира Немухина? Причём, какие работы сейчас нам с вами представляются нашими возможностями пополнить нашу коллекцию? Владимир Немухин, балет «Маяковский». Причём, мы с вами, по крайней мере, мы, наверное, с вами, о существовании этой работы, живописного варианта, узнали во вторую очередь. В первую очередь мы увидели бестселлер, да, это тиражная графика, как раз балет «Маяковский». А уже потом, спустя какое-то время, мы вот, наконец-то, увидели и оригиналы, с чего это, в общем, плюс-минус было сделано. Да, это пошли в серию, их ни один, ни два, и тем не менее. Это дань уважения Владимира Немухина, участника второго русского авангарда, первому русскому авангарду. Ну, «Маяковский» здесь и говорить нечего, уж авангард так авангард. И, кстати, к стыду своему, я к «Маяковскому» пришёл поздновато. Поздновато. Причём это уже по школьной программе моих детей, неожиданным образом там какие-то стихи читали, и я вдруг втянулся, я вдруг одно прочитал, второе, третье и так далее. То есть тут надо к этому относиться, конечно, с пониманием, да, почему именно «Маяковский». Ну, как Высоцкий в своё время, культовая фигура, да, как Цо из русского рока. Вот из русской поэзии такая культовая фигура Маяковский. Ещё один редкий гость аукционов, и мы переходим плавно с Вами в рубрику «Семидесятники». Игорь Макаревич. Работа называется... И вот тут начинается интересный рассказ. Работа называется «Космический крест Буратино». 2006 год. Ну, где здесь крест, мы видим и понимаем. Насчёт космический, ну, понятно. Это и Малевич, это и Авангард. Это мы сейчас ещё обсудим. А вот где здесь Буратино? Слушайте. Тем, кто впервые сталкивается с упоминанием Буратино в творчестве концептуалиста Игоря Макаревича, стоит иметь в виду, что речь идёт не о персонаже из «Золотого ключика», из той самой сказки, да? Буратино Макаревича – это продукт раздвоения личности душевнобольного бухгалтера, деревообрабатывающего завода Николая Борисова. О как! Он становится одержим идеей, Николай Борисов, бухгалтер, становится одержим идеей единения со всем древесным, навязчивой идеей превращения в дерево. Вот так вот. Довольно сложный, концептуальный ход Макаревич использует с 96-го года. Его Буратино путешествует по работам Малевича, проступает в них, а порой и материализуется в качестве самостоятельного персонажа с длинным носом. Впрочем, в нашем с вами случае этот Буратино остался только в названии. И тем не менее. По центру. Я только сейчас его увидел. Владимир Богданов, сейчас, находясь по ту сторону голубых экранов, издалека и под этим ракурсом вдруг его увидел. В центре. В центре. Мне подойдите. Буратино съездил. А-а-а, точно. Он здесь есть, друзья мои. Вот мы сейчас записывали вам. На ваших глазах произошло волшебство. На ваших, изумленной публике, да, из цилиндра достали зайца. Буратино здесь есть. Это открытие произошло прямо сейчас, вот в этом свете вот этих софитов. По-другому мы не видели. Мы фотографировали ее, мы ее рассматривали, изучали. Концептуальность изучали, всю эту историю. А увидели не сразу. В середине этого креста сидит мальчик Буратино и читает букварь. Вот поэкспериментируйте с цветом, и вы его там увидите. Ну, просто фантастика. Друзья, картина заиграла другими красками. Как это не забавно, применительно к черно-белому изображению. Но это так. Вот видите? Вот. Вот что творит настоящее искусство. Крест животворящий, да, как еще одна фраза из другого фильма. Ну, все один к одному, друзья мои. Просто нельзя пропустить. Потрясающая работа. По очень хорошей цене добавлю я. Великолепно просто. Ну, здесь столько намешано всего, что Люба дорого. Люба дорого. И Малевич со своими первосимволами, да, супрематизма. И новоизобретенные, да, вкрапления в это во все. Вообще супер. Ну, все. У меня нет слов воспользоваться, приобрести. Кто приобретет лучшей поддержки. Давайте. Переходим к следующему. Следующий лод, который мы с вами рассмотрим, это Александр Григорьев, кинекист, кинет. Работа называется «Размышления о», о чем чуть позже. Да, кто-то скажет, а где здесь размышления? Спокойно. Они тут есть. 60 лет назад Александр Григорьев был кинетом, участником группы движения. Вместе с Нузбергом, Клечиком и Инфанты. Группа движения стала ярчайшим явлением в советском послевоенном искусстве. В середине 70-х Александр Григорьев ушел из группы движения и вот уже больше 40 лет последовательно развивает идеи оп-арта. Еще раз. Оп- от слова оптика. Оптического арта. Оптического искусства. И представленная сегодня Темпера трибьют эпохи кинетизма. Она так и называется. Размышления о 1970-х. О! Оказалось бы. Хорошая штука. Интересная. Красивая, да? Красивая. Интерьерно красивая. Четкая, графическая. Кто разбирается, подлавливает. Из очень хорошей коллекции. Скажем потом, из какой. Сейчас не будем. Замечательная. И работа, и коллекция, и вся эта история. Давайте. Кто-то приобретет. Бев fi. Будем вернуть. Людей. 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 Пойдем.